Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 7 января По одному из древних славянских календарей в этот период продолжается неделя памяти про отцев По народному месяцу слову Солнечное Рождество По некоторым славянским календарям святки, что праздновались после Рождества нового солнышка Каледы И продолжались 12 дней, закончились А по одному из календарей, что к христианскому близок, только начинаются В это время отмечается праздник Рождества Христова Ему предшествует 40-дневный пост, который заканчивается сочельником Рождественские святки начинаются за неделю до Рождества и продолжаются до самого Крещения То есть те же 12 дней Издавна принято было первую неделю святок называть святые вечера, а вторую вечера страшные Наверное от того, что народ в это время, по заверениям сведующих в этом вопросе людей Уже не столько о благочестии пекся, сколько мирским наслаждением предавался Занимаясь гаданием, календованием, пением песен и хождением ряженых по домам Вот как описывают некоторые из действий этих празднеств Едва наставал первый святочный день страшных вечеров, как на улице в сумерке появлялись маленькие дети, подростки, ряженые, а к ночи уже плясали, пели и представлялись взрослые Девицы любили рядиться в мужское платье, а юноши в женское Лица закрашивались сажей, на голову надевали самодельные кудельные космы В рот вставляли вырезанные из репы зубы, а к шапкам прикрепляли валовьи рога, превращая порой ряженого в жуткого дьявола Хотя они меньше любили рядиться цыганами, солдатами и медведями Вечером орава каледующих носилась по деревне, валиваясь в избы и вовлекая хозяев в свои шумные игры А кроме того, на Рождество жгли костры, полагая, что усопшие родители могут возле них обогреться И что от этого огня летом непременно пшеница уродится Спутывали ножки столов, якобы тем самым привязывая скотину ко двору Кормили овец первым испеченным на Рождество блином, чтобы в новом году они здоровыми были А курам в этот день даже зерна не давали, дабы они летом огородов не копали Хозяин в рождественскую ночь со двора старался не уходить, для того, чтобы ненароком не вынести из избы достатка и благополучие А первого пришедшего с поздравлениями гостя принято было на меховой тулуп сажать в надежде на большой приплод ягнят В первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду, иначе летом на сенокосе от жары иссохнешь Не принято было в этот день заниматься гнутой работой, то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась А в надежде на урожайный год все как один встречали праздник в новых платьях В этот день о погоде загадывали и примечали Выпавший на праздник снег большие хлеба выражил Звездное небо горох сулило Иней богатый урожай садовых плодов предсказывал Метель пчелиных старателей радовала, а гладкие дороги густую гречиху обещали Но какой бы ни случилась в этот день погода, чем бы ни заняты были люди в светлый праздник Рождества Ставили на окошко зажженную свечу, словно приглашая Иисуса и Богородицу в гости А в славянских родах издавна ставили на окошко свечу В память о тех, кто не вернулся из пекла, в то время как Перун освобождал предков наших захваченных темными силами обманом А также в память обо всех предках, что жили до нас, заботились о нас Сберегая знания и традиции народа расы великой и учили нас уму-разуму Сохраняйте память обо всех предков родов ваших И ваши потомки будут помнить о вас, славяне Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok